Меня позвонили по телефону. Мы задержали вашего товарища. Взяли у него документы, он выпивший, и разговаривал, мол, по телефону в машине. Такой звонок поступил Надежде Кузнецовой еще в середине ноября, меньше месяца назад. Мужчина на том конце провода сказал, что задержал пьяного зятя Надежды. Ему даже трубку дали, мол, поговори с родственницей. И тот сказал, что в сложившейся ситуации помогут только деньги. Бабуль, ты не расстраивайся, но мне срочно надо 50 тысяч. Ну, 50 тысяч я вроде бы как собирала на похороны себе. Думаю, ну ладно, 50 тысяч, куда бы они не шли. Говорю, ладно, ладно. Сейчас, значит, они забирают у него трубку, и я, значит, уже говорю, а кто вы есть-то, спрашиваю. Он говорит, ну как, пост на ГАИ. За деньгами должен был явиться курьер. Притом не просто прийти, а сказать пароль. Я от Сергея Борисовича. Прибыл на удивление быстро. Пароль произнес, деньги получил и был таков. А Надежде снова позвонили. Якобы инспектор сказал, что к нему приехало начальство и сотрудники из других ведомств, поэтому денег нужно больше. Надо еще 100 тысяч. Я говорю, у меня таких денег нет. Бабуль, ну, как ты, куда там не шло, но 50 тысяч надо. Я говорю, ну, где же взять? Ну, говорю, пойду занимать. Что же делать, денег нет. Бабуля, мы ждем. Мы ждем, иначе сейчас нас тут вообще не знаю, чего там с ними делают. За второй половиной суммы пришли также по паролю. Забрали деньги и больше не звонили. Тогда Надежда позвонила сама. Сначала сыну, а тот уже зятю. Мужчина прибежал к бабушке в считанные минуты. Опасения подтвердились. Никакого задержания не было. Звонили мошенники. Но и на таких сегодня есть управа. Полиция сказала, что мы сейчас все силы бросим на поиски, потому что, говорят, вы не одна, а очень много, значит, пожилых людей вот так вот на это. Обманывают, значит, и берут эти деньги. Очень, говорят, много. Стражи порядка не обманули. Курьера, который забирал деньги у Надежды, нашли меньше, чем за месяц. Вот он, парню 20 лет, он в 4 раза младше пострадавшей. Для него забирать деньги у пенсионерок было обычной работой. Данную работу я нашел на Авито. Она обозначалась с курьера. Я написал, получается, на нее, и мне сразу откликнулись. Я согласился с работы. Мне сказали, что надо собирать будут всякие бумаги или посылки. Получается, до подлинного числа я собирал денежные средства, пока я не понял, то, что я делаю неправильно. Получается, я занимаюсь мошенническими действиями, собираю деньги у пенсионеров. Свою вину я полностью признаю, раскаиваюсь и обещаю больше так не делать. От рук раскаившегося курьера пострадало две пожилые резанки. Суммарно они отдали порядка 400 тысяч рублей. Если на ваш телефонный номер поступил звонок с сообщением о том, что ваш родственник попал в беду, необходимо прекратить данный разговор, позвонить вашему родственнику или его коллегам по работе, или друзьям, и убедиться, что с ним все в порядке. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников. Но курьер – это лишь звено огромной цепи. Деньги он отправлял по номеру карты на Украину. Теперь за соучастие в мошенничестве молодому парню грозит до пяти лет. Распутать весь клубок – задача непростая. Но в Рязани уголовные дела, которые заканчивались поимкой преступников, уже есть. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».